Здравствуйте! В эфире программа «Гость в студии» и я и ведущий Амир Кедрасов. Сегодня у нас в студии Елена Викторовна Камалова, депутат Совета городского округа «Город Кумертау», главный редактор газеты «Кумертауское время». Приветствую вас, Елена Викторовна. Добрый вечер. В прошлом году вы стали депутатом Совета городского округа. До этого вас люди знали как главного редактора газеты «Кумертауское время». На этой должности вы остались, но вот появилась общественная работа. Не могли бы вы, может быть, в какой-то степени поделиться впечатлениями, какое было раньше представление о работе депутатов и изменилось ли оно сейчас? Признаюсь честно, пока еще не до конца понимаю, потому что депутатом стало недавно, и это мой первый созыв. Поэтому, конечно, больше присматриваюсь и прислушиваюсь к старшим товарищам. Но могу сказать по тому опыту, что уже получила, интересно. Ну, интересно, с какой точки зрения. Понимаете, ничего, ах, какого нового нет в том смысле, что так или иначе всегда занималась общественной работой, будучи представителем женсовета городского. И так или иначе все равно ко мне обращались женщины с своими просьбами, чаяниями и бедами. Чем могла, помогла. Теперь, как у депутата, конечно, немного больше охват и больше возможностей. Потому что, когда обращается человек с конкретной просьбой, ты уже пишешь депутатский запрос, который просто так не отодвинут властимущие люди, на которые они обязаны ответить по закону. То есть, вот, ну, не могу сказать, что всегда удается помочь, но, по крайней мере, ну, делаются попытки реальные, и, ну, ни с кем людям, правда, удалось помочь. Вот конкретные вопросы. Конечно, не буду описывать, потому что это достаточно интимная ситуация, достаточно личная. Их не буду, о них рассказывать. Вообще, ну, будучи, как вы, как я, всю жизнь общественником, есть люди же, которые не могут просто без этого жить. То есть, согласитесь, да, например, давайте так немножко коснемся Совета ветеранов, где собираются люди, которые тоже занимали какие-то должности, которые занимались общественной работой, и выйдя на пенсию, они не могут без общения, они не могут без того, чтобы чем-то не заниматься. Вот, то есть, это общественная работа, это, к сожалению, такое, как клеймо в хорошем смысле на всю жизнь. Поэтому, я думаю... И люди идут не ведь далеко не на должность человека, они идут именно на имя, скорее всего. Ну, я думаю, что так, да, потому что кто-то же сказал из мудрецов о том, что первую половину жизни мы работаем на имя, вторую половину жизни имя работает на нас. На самом деле, так и есть. Четыре депутатские комиссии постоянно действуют в Совете. Вы в какой комиссии стоите? Я в комиссии по социальным вопросам, представитель комиссии. Ну, и, соответственно, вопросы, которые вы решаете, они как раз-таки, как правило, и социальные сферы, скорее всего. ЖКХ? ЖКХ нет. Это только социалка. Это вопросы здравоохранения, образования. Полиция, все, что касается общественного контроля. В газету ведь тоже читатели обращаются с какими-то проблемами. Бывает такое, что вот этот вопрос из газеты вы как раз уносите к себе на депутатскую работу? Бывает. Бывает. Бывает и так, и бывает и по-другому. Потому что работая депутатом, вернее, работая, неправильное слово, конечно, будучи депутатом и общаясь с людьми, очень много черпаешь жизненных историй, которые, да, можно потом использовать в своей журналистской практике. И наоборот. Благо времени вот эта общественная работа депутатом занимает? Мамера, знаете, не могу сказать, что много, немного. Опять же, понимаете, когда это во все это окунаешься, как-то привыкаешь жить таким, такой жизнью, и уже не думаешь о том, что я сегодня три часа дала в депутатской работе. Если правильно выстраивать свой день, на все хватает время. То есть я занимаюсь спортом три раза в неделю, два раза плаваю в бассейне, кроме этого еще. У меня на все хватает время. Я всегда говорю своим приятельницам, которые ленятся чем-то заняться и ссылаются на то, что нет времени. Если человек хочет что-то сделать, он находит возможности. Если не хочет, находит отговорки. Все. Ну, во всяком случае, вы не пожалели, что пошли вот в этот событий? Ну, пока не пожалела. Пока нет. Все понятно. Если говорить о ситуации, которая складывается в газете, как бы вы ее могли охарактеризовать? Ну, не буду лукавить. Достаточно сложная ситуация сейчас в газете. И эта сложность коснулась не только нас, а все республиканские СМИ. Я не буду говорить за всю страну, чтобы не быть голословной. Но все республиканские СМИ это коснулось. Мы вошли в ГУП, который называется Издательский дом Республики Башкортостан. И став филиалом ГУПа. И, конечно, налоговое бремя, которое мы сейчас, на нас легло, оно не посильно для столь крошечного филиала. Тяжело. Правда, тяжело. Но, опять же, не буду лукавить. Подписка падает. Реклама становится все меньше. А это наши реальные деньги, на которые мы живем, из которых вкладываются зарплаты сотрудников и все-все-все прочее. Ну, тем не менее, приверженцы ведь газеты остаются. Тем не менее, люди выписывают газету. Да, да, да. Газету выписывают. Я всякий раз, будучи в вашей студии, говорю о том, что печатные СМИ полностью никогда не пропадут. Потому что, хвала интернету, но множество сайтов, да, у каждой организации свой сайт. Человек должен прийти вечером и пробежаться по всем сайтам. Это время. Либо открыть газету и посмотреть, что сегодня происходит в городе. Или включить Пятый канал и посмотреть вашу программу, что происходит в городе. Ну, две большие разницы, так ведь? Поэтому я не думаю, что печатные СМИ все-таки канут в лету. Как у любого человека. Есть лед, есть падение. То же самое и у печатных СМИ. Когда-то мы были очень высоко, значит, на горе Арарат. Теперь мы упали в пропасть. Но я думаю, что мы поднимемся. Не самое лучшее время, конечно, средства у нас в информации сейчас переживают. Но, тем не менее, наверняка какие-то мозговые штурмы с коллективом бывают. Новые методы ищите, способы работы, способы взаимодействия с тем же читателем. Хоть, может быть, он и отказался в этом полугодии выписать газету. Но, тем не менее, как-то ведь есть идеи вернуть читателя обратно. Идеи есть, идей много. Правда, не всегда удается их реализовать, опять, в силу неких обстоятельств. Но я не могу сказать, что сейчас газета у нас, знаете, как такая отдельно стоящая структура. То есть мы участвуем в жизни города, не только описывая это событие, но, в принципе, непосредственно являясь участниками. К примеру, давайте с последнего. 18-го числа в торговом центре Кумертауп состоится дармарка. Вот пользуясь случаем, через телевидение хочу об этом сообщить горожанам и пригласить их принять участие в этом мероприятии. Пару слов, что такое дармарка. У многих из нас есть масса вещей, которыми мы не пользуемся. Это как одежда, как бытовая техника, которая, в принципе, уже морально устарела. Что можно еще сказать? К примеру, посуда, к примеру, книги, что-то, что-то и что-то еще. Выбросить – рука не поднимается. Потому что вроде как все рабочее, вроде как хорошее. Что мы делаем? Я вам скажу по себе. Сначала все это убираю на балкон. Я думаю, ну, может быть, все-таки я одену еще эту юбку. Проходит полгода. Убираюсь на балконе в очередной раз. Я думаю, ну нет, эту юбку я не буду. Ну, как же я могу ее выбросить? Ну, это же… у меня есть не столько моментов связано. Я несу ее в гараж. И так далее, и так далее. Большинство людей поступает так же. Почему затеяна дармарка? Кстати, дармарка… Пять лет назад мы в редакции проводили первый раз такую дармарку. Для чего она затеяна? Для того, чтобы люди, оторвав от сердца милые себе вещи, принесли их, положили вот на такой чудесный стол. А другие люди, которые не могут позволить себе приобрести ту же юбку или ту же радио, ту же кастрюльку, ну, в силу обстоятельств. Не будем сказать, что у нас не все материально обеспеченные в городе. Так человек, возможно, постесняется прийти. Лично я к вам постесняюсь прийти, даже если вы мне скажете, Лена Викторовна, у меня есть радио, не нужно. Я скажу, зачем я куплю себе, я постесняюсь. А когда никто с тобой не наблюдает, я приду и возьму просто с стола в дар. Поэтому я призываю людей, горожан наших, если у кого-то есть нормальные, хорошие вещи, которые, естественно, они должны быть не сломанными, чистыми, выглаженными и прочее, 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 принести их 18 числа, с 12 до 16 будет проводиться дармарка. Если вам удобнее, вы можете прийти в редакцию «Кумертауское время», начиная с понедельника, 13 марта по пятницу, и принести эти вещи к нам. Вот, то есть так наша редакция тоже участвует в жизни города. Да, как подарить, мы сейчас поняли. А вот у некоторых телезрителей, соответственно, сейчас появился вопрос, а как получить эти подаренные вещи? Тоже прийти туда же. 18 числа тоже. 18 числа. Это 18 числа, не столько будет, что вы должны будете прийти и отдать. Это будет вот круговорот. Вы принесли, следующий человек пришел и взял. Вам там стоять самому не нужно. То есть это не будет принципом барахолки, когда стоят бабушки с пальто или с какими-то сандаликами, кто-то ходит и рассматривает. Вот, мы все красиво выложили, другой человек прошелся по ряду и посмотрел, что ему нужно, и взял. Мы пережили 23 февраля, сейчас 8 марта накануне. И ни для кого не секрет, что в коллективах друзья, знакомые дарят подарки. И они не всегда ведь бывают нужными и к месту. Нет идеи организовать вот такой своеобразный, может быть, обмен подарками тоже, по аналогии с дармаркой. Да, кстати, да. Хорошая идея, обмен подарками, да. Но идея дармарки, как она родилась, можете рассказать? Вот авторство, я даже не буду приписывать себе, хотя я до этого сказала, что 5 лет назад дармарку мы проводили силами редакции. Вот тогда, вы знаете, мне приехали друзья мои из Челябинска и привезли газеты местные. Потому что я обычно прошу всех своих коллег и друзей, чтобы привозили газеты из других регионов посмотреть, как работают журналисты там. И я наднулась о том, что в каком-то городе, даже не помню, где-то в Челябинской области проводилось такое мероприятие дармарка. И мы попробовали собственными силами провести. И мы проводили в Дуслыке. Вот один раз это было у нас. Это было один раз. То есть у нас этого не было постоянства такого, что мы провели один раз. И вы знаете, как-то почему-то эта идея на корню заглухла. В принципе, идея хорошая. А в этот раз реанимировать эту идею пришла в светлая мысль в голову Натальи Михайловны Лапшиной, которая собственно собрала единомышленников. И опять же на мозговой штурм, когда мы все проговорили, и какие-то уже нюансы, которые были упущены нами тогда, мы все это разложили по полочкам. И я надеюсь, что в этот раз это не только выстрелит, но и это не будет разовой акции. Это самое главное. Потому что хотя бы раз в квартал, чтобы это было. Люди привыкнут, люди привыкнут. Люди должны привыкнуть, знаете, к чему? Дарить, отдавать. Это очень тяжело на самом деле. Хоть 10 копеек, но мне хочется выручить. Это вот ментальность людей, правда. А на самом деле дарить-то приятно, взорвать. Расставаться с вещами, ты знаешь, что эту вещь, что-то еще будет носить, кто-то и будет пользоваться. Это здорово. Но это нужно в себе, что-то какой-то барьер преодолеть. Да, вы уже сказали, что вы руководите женсоветом. Подобный вопрос обсуждаете? Какие-то идеи рождаются? Как проходит обычно собрание женсовета? Собрание женсовета обычно проходит чашкой чая, когда мы абсолютно в расслабленной обстановке, делимся друг с другом тем, что мы переживаем в нынешней жизни. И вы знаете, честно говоря, в таких беседах, правда, рождаются какие-то идеи, какие-то, что мы можем сделать, а что мы можем сделать. Ну вот, можем организовать, например, сейчас мы хотим организовать с первыми теплыми днями велопробег. Велопробег, в котором будут участвовать женщины нашего города. Сначала начнем так. Потом, возможно, Кургазинский район к нам подключится, Мелиузовский. Ну, я думаю, после сегодняшнего эфира у многих возник вопрос, не могла бы Елена Викторовна научить как раз тайм-менеджмент управлять своим временем? В своим временем, в смысле и редакции, в своим временем. В своим временем? В своим временем. В своим временем. Ну, да очень просто. Это очень просто. Наверное, все-таки какая-то внутренняя должна быть самодисциплина. Правда? Внутренняя самодисциплина, когда... Вот я терпеть не могу опаздывать. Правда. И вот кто-то сказал, что точность, вежливость королей. Это на самом деле. Меня, ну, в принципе, не раздражает никакие человеческие качества, потому что с возрастом становишься терпимой. Правда. Если молодость раздражала очень много в других людях, сейчас очень спокойно ко всему относятся с пониманием. Но жутко раздражает необязательность, когда человек опаздывает. Вот этого терпеть не могу. Я сама себе не позволяю этого. И не люблю, когда люди грешат этим. Поэтому внутренняя самодисциплина должна быть, а когда будет на все хватать времени. Я уже сказала, что все остальные отговорки, когда не хватает времени на спорт, не хватает времени на то, чтобы заняться собой, посвятить, к примеру, косметолога, парикмахера и прочее, прочее, прочее. Это лишь отговорки. Наша беседа проходит накануне женского праздника. Какие были бы пожелания, может быть, советы нашим прекрасным телезрительницам? Ну, советы давать, затея пустая, я неблагодарная, поэтому советы давать не буду. Советы пусть дают специалисты, каждый в своей области. Пожелания? Ну, милым дамам я хочу пожелать ничего не оставлять на завтрашний день, на будущее. Жить днем сегодняшним. Если хочется тебе сегодня видеть это красивое платье, то сегодня нет праздника, не нужен он тебе, одень это красивое платье. Тебе хочется порадоваться чашкой вкусного, ароматного чая, который, возможно, стоит совершенно бы словословных денег. Купи себе ты чай, порадуй себя. Купи себе букет цветов сама. Не жди, что тебе подарит их мужчина. Живите сегодняшним днем и будьте счастливы. Спасибо большое, Елена Викторовна, за то, что пришли к нам в студию, ответили на мои вопросы. Сегодня у нас в гостях была Елена Викторовна Камалова, главный редактор газеты «Кумерталское время», председатель женсовета нашего города и депутат совета городского округа город Кумертал. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова